Ребят, всем большое привет, меня зовут Филд, канал Честный Блог. Вот честно говоря, я всегда знал, что компания Huawei красавчики. Понятное дело, очень сложная ситуация. Американцы запретили пользоваться процессорами. Из-за санкций в новом флагмане Huawei P50 и P50 Pro нельзя использовать в сети пятого поколения. Казалось бы, все против того, чтобы компания смогла идти дальше, выпускать новые продукты. Но нет, китайцев так просто не победить. Они выпускают Huawei P50 и P50 Pro. Обзор презентации я уже делал, посмотрите здесь обязательно по ссылочке. Ну и совсем скоро он окажется у меня, я надеюсь. И я вам расскажу все о нем. Также ребята выпускают новый планшет Huawei MatePad 11. Тут и 120 Гц дисплей, и Snapdragon 865. Здесь стоит и Harmony OS 2.0. Но не это самое главное. Почему Huawei красавчики? Да потому что они делают так, что на планшете без Google сервисов вы в итоге практически из коробки можете запускать большинство приложений от компании Google. Чего раньше нельзя было делать. То есть год назад, когда мы себе рассказывали про P40 Pro или Mate 40 Pro и про другие смартфоны мы говорили, как обойти эту историю, чтобы все-таки запускать приложение от Google, и этого нельзя было сделать. А сейчас ребята подумали, прикинули, и без скачивания сторонних АПКшек позволяют запускать YouTube, Google Photo, Google Drive и другие сервисы. И это очень прикольно. Давайте я расскажу свой первый опыт использования Huawei MatePad 11. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Кстати, друзья, если вы хотите приобрести MatePad 11 или другие планшеты Sony, Samsung, iPad и все остальное по хорошим ценам, я вас, как всегда, отправляю к моим друзьям в Москве, компания Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Самое главное, если по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок. Давайте я быстро расскажу о планшете. Во-первых, он достаточно большой, это 10,95 дюймов. Это IPS-матрица, разрешение 2560 на 1600, стандартная для планшетов. Важно, что нет никакой информации о том, что стекло чем-то покрыто. Там, не знаю, горелый глаз или еще что-то. Нет, просто стекло. Это IPS-матрица на 120 Гц. Сразу могу сказать, что у нее очень неплохие углы обзора, но при этом, если исключительно белый цвет, то я все-таки, мне кажется, по бокам вижу такие небольшие затемнения. Но, в принципе, это свойственно для всех IPS-панелей. Сзади у нас такой пластиковый материал, он сделан под кожу. По бокам у нас находятся 4 динамика компании Harman Kardon. И, очевидно, если вы с планшетом работаете вертикально, вы их не перекрываете. Но, как только вы начинаете играть в игры, у вас горизонтальный режим, то 2 динамика вы обязательно перекрываете. Очень забавно, что я постоянно нахожусь в поисках кнопки включения громкости, потому что, если смотреть на планшет, у него все рамки одинаковые, и ты не понимаешь, где у него верх и где у него низ. Постоянно у меня на это уходит несколько секунд. Хорошо, что я могу просто постучать по экрану, и он проснется. Весит планшет 485 граммов, в руках лежит очень хорошо. Я бы сказал, именно за счет того, что сзади такая крышечка под кожу. Также у нас сзади камера на 13 мегапикселей, спереди у нас камера на 8 мегапикселей. Есть версия на 6.64, 6.128 и 6.256. Есть возможность использовать карточку microSD, причем не на нано-мемори-карте, как обычно в Huawei, нет. Самую обыкновенную карточку. Джек для наушников, к сожалению, нет. Инфракрасного порта, к сожалению, нет. NFC тоже нет, зато кнопку питания выделено вот такой прикольной красной полосочкой. Но мы это уже встречали на других смартфонах. Внутри у нас аккумулятор на 7250 мАч, и в целом он работает хорошо, но об этом попозже. Цвет у нас только такой, серый, причем при разном освещении он то какой-то коричневый, то какой-то зеленоватый. Вот я прямо сейчас нахожусь в Крыму, в Поповке. Я приехал, чтобы выступить на фестивале The City. К сожалению, его закрыли. И вот сейчас, сидя в номере, я не понимаю, какой же цвет на самом деле у этого планшета. Ну да бог с ним. Серый. Huawei MatePad 11 выпускается в двух версиях. На 10,95 дюймов, а также на 12,6. Это Pro-версия. Что самое интересное, здесь, в обычной версии, 120 Гц дисплей, а в Pro-версии нет всего лишь 60. Такое странное решение, но наверняка оно чем-то обусловлено. Мы также можем использовать Huawei M-Pencil, а также вот такой чехол-клавиатуру. Клавиатуру, но об этом чуть попозже. Пару слов по поводу дисплея. Здесь у нас стоит IPS-матрица на 120 Гц, а в Pro-версии у нас стоит OLED-матрица на 60 Гц. Что из этого лучше? Ну, я бы сказал, что я, конечно, люблю AMOLED, OLED, Super AMOLED. У меня не болят глаза от шима, поэтому с этим проблем никаких нет. Но 60 Гц, честно говоря, конечно, прошлый век. А вот 120 Гц на IPS-матрице выглядит очень здорово. Здесь вообще система крайне плавная. Практически все анимации отрабатывают очень хорошо, особенно если включить режим именно 120 Гц, потому что здесь есть три режима. Обычный 60, динамический режим. Это когда планшет сам понимает, сколько Гц вам выдавать. И вот в этом динамическом режиме, например, в основном все анимации отрабатывают очень красиво и плавно, вопросов нет. Но когда ты переворачиваешь экран с горизонтального на вертикальный, то ты замечаешь, что да, здесь не 120 Гц. А вот если прямо включить третий режим в 120 Гц, то здесь уже все анимации работают на 100%, и когда мы переворачиваем экран, все происходит очень хорошо. Стас с канала и как просто говорил, что ему не очень понравилась анимация, как она отрабатывается здесь, и типа он ждал большего. Я такого сказать не могу. Нет, мне все нравится. Возможно, пролетели уже обновления какие-то, и поэтому что-то поправили, но у меня вопросов к анимации нет. Она прикольная, здоровская. Есть всякие разные мелочи, например, когда вы удаляете приложение, по экрану как будто бы расходятся волны. Такое было в Xiaomi, насколько я помню, но теперь есть в Huawei. И вот таких маленьких фишечек, всяких прикольных анимационных значков здесь много. И это приятно и вкусно, знаете, так кайфово. Но вот на что точно стоит обратить внимание, это YARKS, потому что она в обычном режиме порядка 400 нит, а когда вы выходите на солнце, то 500 нит. Этого, честно говоря, мало. Особенно, когда мы говорим про IPS-панель. Так что, когда вы будете находиться на улице под прямыми солнечными лучами, у вас, возможно, будет какой-то дискомфорт, и вам захочется, чтобы панель была поярче. Но sorry. Пару слов по поводу аккумулятора, потому что 7250 мАч, это по большому еще такой хороший стандартный вариант для большинства планшетов. И заряжается он крайне быстро. Здесь у нас есть поддержка зарядки в 22,5 Вт. Кстати, зарядный блок есть в комплекте, это хорошо. Есть также реверсивная зарядка 5 Вт. Соответственно, если у вас есть провод USB-C, USB-C, вы можете подключать другой телефон и заряжать его, и использовать ваш планшет как Powerbank. За 30 минут планшет заряжается примерно на 35% и полностью заряжается за 1 час и 50 минут. Это очень хорошие результаты. Потому что, например, самсунговский Galaxy Tab S7 Plus заряжается родной зарядкой больше 3 часов. Представляете, да? А здесь 1 час 50. Круто. По звуку здесь мне все тоже очень нравится. Да, конечно же, иногда мы будем руками закрывать вот эти два нижних динамика, но по большому счету без этого никак. Так будет в любом планшете. Но сам звук классный, достаточно громкий. Он достаточно хорошо тебя обвивает, и получается прям такой звук вокруг. И вибрация, кстати, здесь неплохая. Она не самая топовая, но и не раздражает. Нормальная. По производительности здесь все, конечно же, хорошо. Но мы все прекрасно понимаем, 865 Snapdragon это круто. Очень в большом количестве тестов он обгоняет самсунговский планшет Galaxy Tab S7. Жалко тут память, только не последнего поколения, не LPDDR5, а LPDDR4X. Но, в принципе, на обычном использовании это никак не отражается. Большинство игр, в которые вы будете играть, они будут идти без каких-либо проблем. Помните только, что все-таки, так как у нас здесь нет внутри Google сервисов, то, соответственно, есть игры, которые, в принципе, не запустятся. Просто потому, что их надо активировать через Google. Но во всех остальных случаях вы получаете очень крутую, очень хорошо работающую лошадку. Я бы не сказал, что планшет как-то сильно нагревается. Ну и что касается троттлинга, вы сейчас видите скриншот. По большому счету все в порядке. Ну и, конечно же, практически все, что вы можете не найти в родном приложении AppGallery, в родном магазине, но вас будут отправлять на сторонние ресурсы. В целом это реализовано нормально. И вот прямо сейчас я предлагаю перейти на этот раздел моего рассказа. Мне кажется, самый важный. Как же Harmony OS 2.0 работает? И как есть возможность запускать Google приложения, запускать YouTube, запускать Instagram и другие программы на этом планшете? Значит, что я хочу сказать в самом начале. Harmony OS 2.0 — это оболочка, которая построена на Android. Это важный момент. Она выглядит практически так же, как и все предыдущие оболочки от компании Huawei. Тоже все вполне логично. Некоторые анимации и вид рабочего стола еще чем-то напоминают и iOS, и MacBook. В целом я думаю, что компания Huawei, когда работала на Harmony OS, пыталась угодить вот всем. Но в первую очередь, конечно же, самой себе. И знаете, когда вы пользуетесь этим планшетом, нет ощущения, на самом деле, что это какая-то другая операционка. Это просто тот же самый Android, но выглядит он по Huawei. Это же логично, да? В Samsung'овский лаунчер выглядит как Samsung'овский. В Xiaomi все выглядит как у Xiaomi. В Pocophone как-то. В Pocophone у Sony, соответственно, своя история. Pixel там со своим голым Android'ом. Huawei, Honor выглядят, ну, по-своему. Поэтому по большому счету вот эту Harmony OS 2.0 ты не воспринимаешь как какую-то новую операционную систему. Компания Huawei работает на той ситуации, что они ограничены в приложениях. И поэтому им приходится находить какие-то хитрые ходы, чтобы в итоге и YouTube запускался, и Google Photo запускался, и Google Drive, чтобы запускался. И даже просто поиск Google тоже запускался и работали без проблем. И знаете, что они придумали? Они придумали такую штуку. Когда ты заходишь в App Gallery, и, например, ты хочешь установить себе Google. Просто пишешь Google, и он сразу пишет. «Приложение, не требующее установки, предлагает открыть». Вы его открываете, и Google у вас открывается в новом окне. Самая соль в том, что происходит запуск приложения без установки. Но для вас это происходит настолько незаметно, что вы просто начинаете пользоваться Google. Также вы можете здесь залогиниться. Вот я это сделал. Здесь есть история всех поисков, которые у меня были на предыдущих смартфонах. Мало того, если нажать троеточие вот здесь, и нажать кнопочку «Добавить на рабочий экран», то вот этот виртуальный Google перемещается ко мне на рабочий экран в виде иконки с таким небольшим значком «Молния», который как раз и означает, что это приложение, которое не надо устанавливать, но его можно использовать. И таким образом можно запускать YouTube, Instagram, Google Фото и Google Drive. Причем можно прямо залогиниться в Google Фото. И если раньше я рассказывал, что это можно делать, ну, просто надо запускать браузер, там, запускать Google Фото, грубо говоря, заходить на сайт, то теперь вы не заходите на сайт и просто запускаете Google Фото или Google Drive, и это работает. Слушайте, это очень круто. То есть мы должны понимать, да, это не полноценные Google сервисы, но это такая прикольная альтернатива, которая работает. Что самое главное — работает. И большинство неподготовленных людей, они даже не заметят никакой разницы. Есть, конечно же, нюансы в работе, но самое главное что — работает. И, соответственно, эти все приложения можно закидывать в виде отдельных иконок себе на рабочий стол. И тут, кстати, есть такая штука, которая называется Center Quick Up. Это как раз-таки центр вот этих неустановленных приложений. Вы сюда заходите, и отсюда прямо сразу можете запускать Instagram, Google, YouTube и так далее. Единственный важный момент в том, что для того, чтобы работали эти быстрые приложения, вам нужен интернет, потому что он их каждый раз дергает с интернета и запускает. Поэтому, если вы хотите, чтобы они именно находились на планшете, ну тогда вам надо скачать АПКшки, YouTube, YouTube Veins или YouTube Pink, Instagram. И все это, опять же, сделать можно в App Gallery. Она так прикольно построена, что когда вы пишете слово Instagram, во-первых, он предлагает вам запустить Instagram, но это вот веб-версия, а во-вторых, дальше идут результаты Petal Search. То есть через свой магазин компания Huawei дает доступ к различным АПК-ресурсам, где просто лежат приложения. Да, там может быть какая-то своя беда, может там что-то заряжено вирусом и так далее. Но здесь уже, понятное дело, на свой страх и риск. По поводу всех основных фишек Harmony OS 2.0 я вообще хочу сделать отдельное видео, поэтому я не хочу сейчас углубляться во все подробности и настройки. В целом могу сказать, что планшет работает очень хорошо, очень плавно. Можно установить сюда практически любые приложения. Единственное, что мне не удалось установить Call of Duty, причем даже Petal Search почему-то не находит его. Поэтому вам тогда нужно идти в Aptoid или в Apocopure или какой-то другой сайт и там вручную найти Call of Duty и установить его. По камере у нас ничего особенного, но нам нужно, чтобы планшет просто снимал. 13 мегапикселей сзади, апертура 1.8. Спирити для селфи на 8 мегапикселей камера, апертура 2.0. На основную камеру можно снимать 4K 30 кадров в секунду или Full HD 30 кадров в секунду. 60 кадров в секунду нельзя снимать нигде. В целом можно получать такие фотографии уровня смартфонов среднего ценового бюджета. Что касается клавиатуры. Она на магнитной основе прикрепляется к планшету, сзади к спинке, а также снизу клавиатура крепится к планшету. Приятное впечатление от кнопок, потому что они нажимаются легко, они не бринчат, и у них небольшой ход клавиш. Работают шорткаты. Честно говоря, я изначально долго искал, как же переключается язык. В итоге оказалось, что это Ctrl Parabell, и это я нашел только в настройках. Пробовал все обычные варианты, Ctrl Shift и так далее, ничего не работало. Также наш планшет поддерживает работу со стилусом M-Pencil. M-Pencil, кстати, не идет в комплекте, как и клавиатура. Заряжается он от края планшета, примагничивается вот здесь, и наверху появляется информация о степени заряда. Кстати, пока вы в первый раз не сделали вот этот коннект, то он не будет работать из коробки, поэтому обратите на это внимание. С стилусом можно управлять системой, можно делать заметки, можно рисовать. Ну, внутри из коробки идет приложение, которое называется «Небо». При помощи него вы можете оставлять письменные заметки. Если вам нравится писать, то вы это можете делать. Прикольно, если вы написали какое-то слово, его можно зачерикать, и тогда оно удалится. Вообще, фишек, конечно же, много, но еще расскажу, что стилус достаточно особенный инструмент. Можно с выключенного экрана переходить в раздел «Заметки». Тут можно порисовать. Жалко, что здесь никак на «Самсунге» этот рисуешь, нету звука того предмета, которым ты пишешь. Краски, карандаш, маркер и так далее. Ну и после того, как вы попользовались, опять примагничивайте свой стилус, и все. Стилус держится достаточно уверенно, но в любом случае потеряется, если будете сильно трясти. В целом, друзья, что я могу сказать по поводу планшета Huawei MatePad 11? Прикольное устройство, которое хорошо работает, которое долго работает, которое быстрое, хорошо звучит, 120 Гц отрабатывает отлично. И в целом, когда мы используем этот планшет, то практически никаких вопросов не возникает. Даже практически все приложения, которые невозможно установить из AppGallery, вы так или иначе можете запустить. И вот круто сделана вот эта история с запуском Google приложений, не устанавливая их. Это тоже прикольный выход из ситуации, когда ты, ну, по-другому никак не можешь, а тебе надо найти решение. И за это компании Huawei спасибо, потому что это работает все ладненько. Понятное дело, что у Huawei есть конкуренты, и это и iPad, и Samsung, а, собственно, и все, наверное. Особенно больше никто сейчас планшеты и не делает. Но если вы поклонник компании Huawei, если вам нравится то, что делает эта китайская компания, я думаю, что вы найдете для себя в этом планшете интересные моменты. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Я готовлю для вас обзор Harmony OS 2.0 со всеми, со всеми фишками и нововведениями. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и не пропустите это видео. Ну, а меня зовут Фил. Всем большое спасибо за то, что посмотрели. Счастливые. Пока. Не болейте.